привет интернет с вами снова дядя сережка на ладо мастера извиняюсь забыл и микрофон и штатив чтобы нормально снять видео мало-мальски да вот значит очередной небольшой видится коротенько тома в чем причина до причина того что на моем канале очень много косяков которые совершили мастер и мастера до меня до в том причина что там где все нормально работает не засоряется там меня не приглашают на переделки поймите да конечно же все имеет свой срок службы конечно там лет через пять через шесть возможно меня будут если я буду заниматься сантехникой меня будут приглашать и там на те работы которые были сделаны до меня лет 15 назад там 20 которые были сделаны хорошо хорошо были сделаны просто вышли из строя вышла строй оборудование может какие-то фитинги вышли трубы не без этого до оборудование какое-то в общем не без этого да то есть но сейчас я в данный момент устраняю периодически не постоянно периодически устраняю те работы которые изначально были сделаны неправильно поэтому материалы прослужили недолго либо привели каким-то засором и либо просто были использованы оборудование которое ну конечно не обслуживалась клиента понятно но которое было просто навязано клиенту и которое но не нужно было клиенту в его образе жизни то есть клиента не собирался из-за меня сейчас перехвачу рука затекла который и не собирался обслуживать то оборудование которое поставил мастера в честь в чем проблема там кардинально в россии нету контроля качества надеюсь со мной согласны был бы контроль качества бы есть у нас не по есть у нас нормы правил да то есть все есть россии но просто их не соблюдает из-за чего не соблюдает потому что ну нет контроля качества потому что менталитет такой российский понимаете кто-то хочет сэкономить из клиентов ему лишь бы ну вот взять одного мастера чтобы он все умел но сами понимаете нормальных универсалов это знаете как они занесены в красную книгу вы бы грубо говоря то есть большинство универсалов которые берутся за все в ремонте и строительстве они не умеют каждый каждый нужны имеют навыков опыта в каждой из профессии за которые они берутся во время выполнения услуг вот и причем не имея не совести не опыта не какого-то практики смысле теории что да то есть где-то что-то увидав увидим вторых то что так можно тело да то есть это можно впарить клиентам они вот на своем уровне остаются дальше не развивается да вот и менять себя маэстрами то есть менять себя экспертами мастерами то есть давно не за ними может быть и очень стать сарафаны по сарафанам радио передавать могут вот уж не клиентская база хорошая но все равно эти люди они не развиваются и вот мне приходится за такими приходится за такими но потирать задницу да то есть то есть не пить что-то переделывать и когда прихожу в квартиру делаю что-то одно переделали конечно же я вижу ну как бы остальные узлы и прочее прочее в том числе сантехники да так как я сантехник вижу что там вот не только в одном месте было что-то накосячено сделано неправильно а оно везде но понять это почерк такой вообще ребят почерк рукожопов это лень да то есть они не хотят заморочнуться сделать ну поштургировать теорию да можно даже в интернете открыть какое-то видео не обязательно моё да то что у меня не так уж много таких видео обучающих что-то показываешь как конкретный вот узел надо собрать перебрать да и почему рассказано то есть они просто думают ну сейчас я чем-то залипуху сделаю силикончиком подмажу и все будет стоять нормально надежно вот в этом причина влении понимаете почерк рукожопов то что они ну как бы у ускоряют рабочие процессы да понимаете да то есть они не хотят менять насадки на паяльниках на сварочниках для полипропилена вовремя то есть они не используют там краны бывают да то есть ну резьбовые то есть используют из полипропилена надо быстрее понимаете быстрее собрать не заморачиваться насчет изоляции не заморачиваться насчет крепежа и прочее про это все почек понимаете видя что-то ну вот там один-два какие-то нюансы да в основу полипропиленчики опять же не хочу ребят вас всех обидеть но большинство из вас кто паять полипропилен даже не посмотрит это видео рукожопа ну правильно же то есть но возможно что-то изменится и люди начнут развиваться и идут до совершенства пайку сварку полипропилена но в большинстве случаев такого нету потому что нету требований от клиентов клиенты некомпетентны не вникает то есть не могут нормально контролировать но так и будет такой у нас такая отрасль и мы не можем показывать тот уровень как бы который идет других развитых странах советском союзе был какой-то контроль качества опять же он был тоже не очень хорошего уровня понебрас ты прочим коррупция тому вину еще не знаю возможно надо чтоб свыше понимаете был был пастух до который бы погонял стадо то есть в нужном управлении пока этого нету вообще не наблюдается вообще в россии не только в ремонтно-строительной отрасли и поэтому очень жалкая картина про ремонтно-строительной отрасли в россии в общем так хотел вам сказать ребят конечно же не надо этим пользоваться я я призываю мастеров которые хотят развивать хотят что-то достичь большего в ремонте строительстве не останавливаться искать и лучшие варианты для того чтобы ну лучше варианты для поставленных задач клиентам то есть разговаривать с клиентами многих лет и не понимает почему сделать то или или иное да то есть пытаются тем самым подвести мастера крайности до которые он совершает потом да после которого прикольно переделать бывает не сам мастерного я тоже это признаю бывает что клиенту встать в рамке до мастера мать все приходится до учитывая все пожелания и возможности что-то реализовывать но ребят и все-таки старайтесь говорить с клиентами показывать уровень так надо правильно делать не потому что вы это придумали а может а потому что это уже был прописан в наших нормах и правилах прописано прописано жизнью можно сказать да то есть опытом и поэтому конечно же никуда мы с вами самоучки не денемся да но мы должны свои свои недостаток знаний база теории все-таки восполняет даму годами до ошибками протечками если сантехники досмотр мягко то есть через это когда мы придем хорошему результату мы понимаем мы мы приспособимся да то есть мы к реалим да то есть конечно на работаем лучшие материалы с которым удобно работать инструменты и прочее 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 в общем ребят не останавливайтесь если вас это кормит профессия в только будут только будут в копилочку вам только в плюс почему потому что нарабатывая опыт различными материалами инструментами организовать нормальный рабочий процесс в ремонте и строительстве вам будут попадаться более качественные клиенты потому что менее качественные вас уже не смогут потянуть не то что вы там будем злоупотреблять ценниками да то есть повышая их а просто в ну опыт он должен быть оплачиваем понимаете люди которые поедут только пропилен и жалуются вернее пытаются в это слова бы это забыл бывает пытаются отмазывать дать своего свое неразвитие то что это поле пропилена это самый дешевый материал до клиенты не могут потянуть ребят когда топятся как во квартиры ниже да то есть уже не стоит вопрос о цене да кто это пережил их очень много поверьте на вас хватит и они конечно хотят нормального грамотный исполнитель который не только смонтируя да а которые еще и обслужит потому что очень большая разница между нормальным специалистом в области сантехники то же самое да и рукожопом то что рукожоп он не не может нормально обслужить то что он спаял сделал потому что он не 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 видел карт как бы не понимал как будет картина конечно то есть что будет да то есть когда там положит плитку сделать все короба и из-за этого из-за этого они гасятся они не уходят на связь они отмазываются лишь бы только ничего не обслуживать до после себя потому что но они для них это это головная боль лучше они где-то еще куда залипуху сделать кому-то втюху и будет дальше как бы ну так дальше дальше так и идти по этому направлению рукожопов принципе меньше не станет и станет только больше почему потому что большая конкуренция среди гастарбайтеров тем молодым молодым будущем специалистам которые вышли после профильных учреждений да и вообще облика мораль на образ жизни как бы в россии толкает людей молодых на быстрые деньги меньше владывать усилий пассивные заработки эти пассивные заработки как заработки надо конечно нарабатывать ночи до приток молодых местных и не только специалистов эту область очень маленький да то есть а приток гастарбайтеров из не скоро это китайцы будут свободно будут ездить как бы заменять заменять уже к нам нам уже полюбившимся из ближнего востока граждан в общем ребята вот такая вот ситуация в общем надо двигаться надо не смотреть на то как сделают к сипор щеки надо быть выше это вот к чему я вас ребят призываю но опять же вас наступающим новым годом счастья вам позитива здоровья успехов финансов том числе и как обычно здравомыслия и чтобы вы сами контролирую свою жизнь но вы знаете что делать в конце видео поддержите напишите в комментариях что вы хотите увидеть на моем канале что ну опять же можете прислать не в телеграм-канале внизу вот ссылочка свои видео я их может подредактирую и сделал там рекламку на ваши услуги допустим вашем любом городе так что вот так вот ребят все что от вас обратно дальше в общем я посетила вам всякую спасибо за то что вы есть мы преодолели с вами 3000 уже подписчиков даже под под подходим 3300 уже наверное через пару дней будет потому что уж очень много просмотров в последнее время на канале просто в десятки раз увеличилось но это все алгоритмы ютуба связаны с шорсами то есть шорс вы мои любите смотреть а длинные видео не любите смотреть но в этом виноваты не вы виноват я как какой я материал для вас подаю я все это ребят признаю в общем ребят не знаю буду ли с этим работать бороться но я главную суть вам хочу донести пойти суть донести не не эти всякие красивые картинки да и это сам мишура который вас будет отвлекать меня отвлекать на других каналах в том числе при ремонт строительства а главное судьбы не донести то есть вот суть понимаете главное что есть в нашем мировоззрении ловить суть до в российском то есть все остальное это все как бы пыль в глаза поэтому так ребят ну опять же говорю что не обижайтесь на меня что у меня такие куцые видео что я в них мало вклада времени потому что и хочется и пожить и чем другим позаниматься есть другие источники дохода а youtube пока не приносит но здесь что в будущем когда все устаканится в россии с этим на своего и прочим ограничениями все вернется вернуться монетизации мы с вами будем зарабатывать я буду даже своими делиться денежкой разыгрывать что-то в общем увидим что будет в будущем скоро будет монетизация подключиться на канале в общем ребят все давайте держимся не знаю вместе не вместе в общем пишите мне что не нравится что нравится в рамках приличия всем культурные люди и до встречи ребят пока а